Через пару лет на пресс-конференции по итогам праздников говорить будет не о чем, пошутил заместитель начальника полиции округа Игорь Газинский. В целом, рождественские каникулы в Ангарском районе прошли более чем спокойно. Видимо, сказалась хорошая подготовка и профилактические мероприятия. Однако, без инцидентов всё же не обошлось. По сравнению с прошлым годом, у нас было всё более-менее стабильно, как показывает статистика. Аварийная ситуация у нас была 31 декабря в микрорайоне Китая. Однако, благополучно к новогодним праздникам её разрешили. Она была устранена. То есть, без электричества находилось несколько улиц в микрорайоне Китая в связи с перегрузом линии электропередач и выходом из строя кабеля. Бэби-бума в Ангарске не случилось. На свет в городском перинатальном центре появилось чуть более 50 малышей. Из них семеро младенцев родились в новогоднюю ночь. В два раза сократилось и количество человек, получивших травмы в результате катания на горках и запуска пиротехники. За скорой медицинской помощью обратились более 2000 ангарчан. Поскольку у нас эти новогодние праздники были достаточно морозными и эпидситуация по гриппу у нас была достаточно спокойна в период вхождения в праздничное каникулярное время, дети были разобщены на праздничный период дома, каких-то карантинных мероприятий у нас введено ещё в связи с этим не было, обращаемости по РИ в сравнении с прошлым годом было значительно меньше. По травматизму также в связи и с морозными днями, и может быть всё-таки донесли мы до родителей, воззвали к их чувству ответственности, травматизм тоже значительно снижен был в этом году по сравнению с прошлым периодом. А вот по части пожарной безопасности Ангарский район попал в чёрный список в связи с ростом количества пожаров и их последствиям. Так, с начала 2019 года произошло уже 11 возгораний. Один человек погиб, ещё один находится в больнице. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин, Местное время. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова